Мусульман в Великобритании по официальным данным около 4 миллионов, что составляет всего лишь 6% от общего населения. В основном это выходцы из Пакистана, Индии, Бангладеш, прибывшие сюда много лет назад. Но есть и принявшие ислам англичане, шотландцы, валийцы и ирландцы. Почему мусульманам нравится жить на Туманном Альбионе? Сколько людей, столько и мнений, и всего, конечно, не расскажешь. Но мы решили собрать несколько основных причин. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. По сравнению с другими европейскими странами, в Великобритании достаточно высокий уровень терпимости к людям других конфессий, этносов и культур. Конечно, не все безупречно. И всегда найдутся недовольные. Но, тем не менее, толерантность считается одной из основополагающих британских ценностей. Она активно продвигается и укрепляется во всех сферах жизни, начиная со школы, университета, госучреждений и прочего. Я учусь в университете и живу с двумя азиатами. Мне лично все равно, кто они. Я нормально ко всем отношусь. Мне никто не мешает. Мне абсолютно не важно, кто как одет. Я вообще не понимаю, почему кого-то это может напрягать. Приятно видеть, что все занимаются своими делами и не становятся заложниками стереотипов. Толерантность также поддерживается на уровне закона. И в случае какой-либо расовой или религиозной нетерпимости, преступники могут быть подвергнуты уголовному преследованию и строго наказаны. И ко всему прочему стоит отметить важную черту британского характера – национальную особенность, так сказать. Тут принято всячески демонстрировать вежливость и не вмешиваться в то, что тебя не касается. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я сама только сюда приехала, это служащий аэропорта в хиджабах. Но потом, когда этот приятный шок постепенно проходит, то ты понимаешь, что да, так и должно быть. Это нормально. Каждый имеет право одеваться так, как приписывает ему его религия. И в этом нет ничего сверхъестественного. Дальше ты уже спокойно реагируешь и почти не замечаешь, что продавщица в хиджабе. И вон тот офицер полиции тоже. А еще девушка в районной администрации. А сейчас сестра Хелен поделится своим опытом ношения хиджаба на работе. Однажды я пошла в магазин неподалеку от дома, и меня остановил пожилой мужчина. Я подумала, что он скажет мне что-то неприятное, но он сказал, мне очень нравится, как вы одеваетесь. Когда я работала на моей предыдущей работе в магазине, я не была мусульманкой и не носила платок. И где-то, года через 3-4, когда я приняла ислам и надела хиджаб, сначала все мои коллеги и менеджеры были удивлены, посматривали на меня и тому подобное, но отношение ко мне не изменилось. Они просто обязаны относиться ко мне так же, как ко всем остальным. Это прописано в законе, в трудовом кодексе. Они обязаны предоставить мне место для молитвы и так далее. Точно так же, как у других людей есть время на перекур, у меня есть перерыв на молитву. И вообще, на улице много разных людей, и все они одеты по-разному. Кто-то носит свои яркие национальные одежды, или черные абаи с никабами, или просто джинсы, а кто-то пошел в пижаме за хлебом. В общем-то, никому нет дела до того, как вы одеты. В Великобритании насчитывается около 1700 мечетей, и в одном только Лондоне их около 400. Данные варьируются по той причине, что есть разногласия, какие помещения считать молильными комнатами, мечетями или исламскими центрами. Почти в каждой школе и университете вы найдете молильную комнату. Это обычная практика. Называется Quiet Room, комната для уединения, или Multi-Faith Prayer Room, что означает многонациональная, многоконфессиональная молильная комната. Она, конечно, в большинстве своем используется только мусульманами. Также во многих школах и университетах проводятся пятничные проповеди. И это совсем не мешает учебе. Также молильные комнаты и даже мечети вы найдете в большинстве торговых центров и больницах, на любом рабочем месте, будь то банке или городской администрации. И тут мы сейчас в одной из таких комнат в самом обычном торговом центре. Однажды ко мне в университете подошла ректор и долго извинялась, что в нашем корпусе нету молильной комнаты. И хотя я настаивала, что мне она не требуется, и я легко обойдусь любой свободной аудиторией, она все равно выделила мне официальный кабинет на весь период обучения. Это несмотря на то, что я была единственная мусульманка на курсе. Развитая и доступная халяль инфраструктура, несомненно, делает жизнь мусульман очень удобной. Халяльные рестораны вы найдете практически в каждом городе. Да что там в городе, даже в поселке обязательно будет индо-пакистанский ресторанчик. О халяльном мясе и даже таких ингредиентах, как желатин, осведомлены многие рядовые продавцы. Точно так же вы найдете много магазинов для мусульман, где вы сможете купить любую одежду, платья, абаи, традиционные сари, также любая исламская атрибутика, благовония, книги, учебники, на любых языках и любых авторов. Все доступно повсеместно. Говорить о том, что в Британии нет многостраничных списков запрещенной литературы, захоронения которой можно надолго сесть в тюрьму, даже как-то излишне. Популярность бороды в Великобритании значительно выросла, особенно среди молодежи. По последним данным, 45% британцев носят бороду. Конечно, стиль и длина могут варьироваться, но факт остается фактом. Борода в тренде, мужчины ей гордятся, а женщинам она импонирует. Бесспорно, это облегчает жизнь нашим братьям, носящим бороду, поскольку это нормализовано и не вызывает отрицательных эмоций или осуждений. Так что вы точно не станете автоматически экстремистом только по причине вашей бороды. Вас не будут допрашивать или преследовать за непонятный любителям гладко выбритых лиц из правоохранительных органов внешний вид. Носите на здоровье! На сегодняшний день в Великобритании многие банки предоставляют сервисы для мусульман. Например, вы можете открыть беспроцентный счет. Он так и будет называться «Исламский». Около 37 банков являются банками иностранного происхождения. Они происходят из таких стран, как Катар, Бахрейн, Эмираты, Саудовская Аравия. И пять из таких банков считаются соответствующими шариатским нормам. Кстати, один из таких банков, самый крупнейший, заявляет, что около трети его клиентов вообще не являются мусульманами. И вот на удивление всем. Многие мусульмане говорят, что их устраивает британская погода. Тут не бывает сильной жары или сильного холода. Средняя температура летом 20 градусов, что весьма комфортно. И это как дополнительный бонус для сестер в хиджабах. Никто вас не мучает вопросом, а не жарко ли вам в такой одежде.